В Самаре продолжается строительство станции метро Театральная. На перекрестке улиц Новосадовый и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннеля проходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинская, а другой в обратном направлении к станции Театральная. Напомню также, что на прошлой неделе к участку в историческом центре города доставили шпалы. Параллельно подрядчик ввел подготовку рельсов, которая требовалась изогнуть под нужный радиус для укладки на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую. Специалисты занимаются также вопросом переустройства трамвайной линии. В четверг, 16 февраля, запланировано очередное совещание с участием заказчика метростроя, подрядчика и городских профильных служб. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро, пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. А в этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество после ввода в эксплуатацию новой станции – добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. Это здорово. Город растет. И то, что возможность жителям Безымянки добраться в центр – это прекрасно. У меня у самой много друзей, знакомых, родных, кто живут на Безымянке. И для них, конечно, удобно очень, что они могут сесть и доехать в город без пробок, сходить в театр, погулять на набережной. Ну, это сокращает путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!